Сегодня уже мало кто помнит, что первый бессмертный полк прошел в Томске в 2012 году. Тогда в нем приняли участие примерно 6 тысяч человек. А придумали эту акцию, ставшую уже традицией, наши коллеги, томские журналисты Игорь Дмитриев, Сергей Лапенков и Сергей Колотовкин. Сегодня бессмертный полк марширует не только в российских городах, но и за рубежом. Вот и в Бердске колонна бессмертного полка начала строиться 9 мая на главной площади города. Получается так, как будто павшие в боях фронтовики участвуют в параде. Сотни тысячи портретов, за каждым из которых история, которую бережно хранят новые поколения. Это бабушка Маруся, мы ее так называли. Она была тружеником тыла. Служила в Москве. Это мой дедушка, рыбалка Александр Демьянович. К сожалению, он был без вести пропавшим. Сержант. И историю мы узнали совсем недавно. Он был снайпером. Вот такая у нас история. Про дедушку он был партизаном. И про него даже указано в книге. То есть даже посвящена книга, в которой он является действующим лицом. А какая это книга есть? Подпольное обком действия. Да. Без страха шел. Всегда был передовой. Первый день войны, когда забирали их, полную машину загрузили. Стоя даже стояли. Негде было даже стоять. А вернулись всего три человека. Папа был четвертым. Больше никто не вернулся. Бессмертный полк выдвигается на улицу Ленина. Участники шествия с удовольствием поют песни военных лет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. В рядах бессмертного полка и глава Бердска Евгений Шестернин. В День Победы он пожелал всем бердчанам любви и мира. Вот в этот день только мира, а здоровья, семейного счастья, благополучия. Простые травиальные вещи, которые вроде бы, так сказать, ну вот этот праздничный день, по-моему, это самый светлый праздник. Праздник, который несет именно желание иметь мир на земле. И независимое. На территории России это или где, потому что везде есть мамы, везде есть сыновья, везде есть, так сказать, когда с войной связана, связана вот эта проблема потерь. Война не созидает никогда, она разрушает. Я не хотел, чтобы она, вот этот праздник как раз и говорит о том, что мы должны в этом задуматься. В объектив нашей камеры попадает семья Шишовых – Валерий Павлович и Тамара Петровна. Для них 9 мая стала не только праздником Победы, но и днем создания их семьи. Нечаянно в 68-м году, нечаянно пошел я на парад, были последние три рубля. Встретил девушку и стратил, и он до сих пор на нее трачет. На плакате это дядя, который меня воспитывал. Я ему обязана, очень многим. Ну, он прошел, служил во Втором Украинском фронте, потом его перебросил, дошел до Варшавы, потом перебросили его на Японский фронт. И оттуда уже он вернулся. Ну, умер он в 70-м году, вернулся жив-здоров, а по болезни уже его не стало. Тысячи лиц и тысячи судеб. Сколько хватает взгляда, идет бессмертный полк. Его колонна растянулась от площади Горького до самого мемориала славы. Это неудивительно. Пожалуй, нет в Бердске ни одной семьи, в чьей жизни война с нацистами не оставила в свой глубокий след. Такой, что помнится до сих пор. Продолжение следует...